здравствуйте уважаемые коллеги вот и все говорите страшно как страшно жить страх и так далее да что вы знаете о страхе что вы знаете о страхе в детстве моя мама пошла в поликлинику и взяла меня с собой она посадила меня в очередь к врачу а сама ушла в регистратуру и очень долго не было очень долго когда она вернулась наша очередь до врача оставался всего один человек да я седой 7 лет вы не говорите страшно недавно был такой один указус что ли ну группа преподавателей курса повышение квалификации вот там первую лекцию моя коллега открывал этот цикл курс потом мне звонит очень тяжелая группа какие-то люди такие в общем-то и в возрасте предвзятые говорят лан там всякую ерунду нам надо мы и так шепотные люди там нам больше вот как психологи говорит каких-то приемах там как преподавать правильно вот 30 лет их это не волновало сейчас расскажите им о приемах раньше мы спрашивали ну напугало меня да ну я потом прихожу на следующей лекции как бы в готовности к этому но меня конечно там не побалуешь я особо не обращаюсь внимание что считаю нужен то и начинаю говорить вопрос задумался на счет а если бы студенты на лекцию придут и говорят товарищ преподаватель хватит там ерунду теорию нести давай мне поконкретнее что нам надо что не надо там мы сами знаем и так далее просто я вздумался о том ведь это лекция это жанр жанр такого научного выступления есть конференция дискуссия круглый стол а это лекция уже не приходите на балет вы же там не возмущаетесь что почему балерины не поют это в оперу надо идти а на лекцию то есть вот она объявлена тема приходит лектор излагает свой материал который считает нужным потом можно задавать вопрос дискуссия до вопросы по ходу там или взаимные какие-то пересечения но в лекции она так устроена сначала выступает лектор а потом не узнает вопрос хотите свою лекцию прочитать повесить объявление к вам придут миллионы и вот там излагайте то что считаете нужно ну и в силу привычки вузовских преподавателей они потом на лекции не вопросы задают а пытаются изложить целую свою концепцию всегда приходится ну прерывать что ли говорить а вопрос у вас в чем нет я хотел просто поговорить здесь вот тоже не камере фон нарушать такие вещи правила жанра есть лекция есть дискуссия есть круглый стол надо сразу договариваться то в каком формате мы будем весь общаться так уважаемые коллеги вот когда люди разговаривают говорят есть табу и запретные темы есть темы которых нельзя касаться в разговоре и навязывать их и даже может не отвечать когда кто-то не очень корректно этому спрашивает ну собственно три такие вещи есть нельзя разговаривать о возрасте человека и спрашивать об этом нельзя касаться вопросов религии и веры его и зарплаты всегда было принято не камере фон интересоваться чужой зарплаты это его личное дело если он сам не желает там сказать или сообщить почему-то ну скажем в испании к этим темам добавляется еще две как минимум да это коррида и один болеет за того матадора другой за другого испанцы народ горячий они предпочитают вообще не разговаривать о кориде о семье своей да и еще о гражданской войне 36 года потому что у кого-то дедушка за франка воевал кого-то за республиканцев испанцы однажды поставили общий памятник общую братскую могилу и тем и другим и решили эту тему закрыть и больше к ней не возвращаться мало ли чатом воевали наши деды просто чтобы не было лишних конфликтов они об этом никогда не разговаривают нам пора уже тоже сто лет прошло как кончилась гражданская война белые и красные как-то помириться как один молодой человек сказал они там на небе же давно простили друг друга белые и красные а вы все еще об этом спорим поставить общий памятник и на этом успокоиться и кстати вопросах веры это личное дело человека в кого верить или быть атеистом я стал последнее время замечать особенно день в интернатских всяких там общениях прочих вещах но такое есть такие атеисты пламенные хуже чем 20-х годах воинственные безбожники они обязательно оскорбить хотят вы православный у вас православие головного мозга а какое твое собачье дело знаете как сказано не человек ищет веру вера сама находит человека коль скоро вас вера нет но не повезло пока пока не повезло может повезет еще может карма какая как вот говорят в окопах на фронте и в зоне турбулентности в самолете атеисты куда-то исчезают все становятся верующими может и вас вера еще найдет верующие не оскорбляется что атеист ну ваша проблема душу погубили бог то все равно не поругаем как бы ее не оскорбляли только один раз я услышал ты же интернет очень известный публичный человек андрей ильич фурсов он как-то обратно на его лекции задали вопрос он так ответил ну знаете вообще-то атеистом не это тема как бы не близка вот он я атеист сказал спокойно как я лысый или как я блондин все остальные почему-то неким подтекстом с подковыркой вот я-то атеист я хороший а вы тут православные ребят ником ильфо бог поругаем не бывает ему плевать на ваше мнение себя сами наказываете но нельзя оскорблять человек который верует это его личное дело его и бога вы тут ни при чем кстати сразу вспомним библейский принцип нам не судите да не судим и будете казалось бы ну конечно вроде правильно с другой стороны вот если я руководитель между должен судить не то чтобы судить но оценивать там человека сотрудника его работу и вот здесь самое важное вот это и они сотрудника должен оценивать а работу которую хорошо ли плохо выполнил ругать не человека вот ты иван иванович вот это плохо сделал да вот прошу переделать на мои такие замечания но не касаться темы а ты сам такое с детства такое тебя ударили пыльным мешком по голове или еще что с тобой случилось вот это того это нельзя это не камильфо оценивать работу они человека не судите да не судим и будете но при этом тоже есть хорошее простое правило вот критика как правило бутерброды да она должна упаковаться между двумя похвалами оценить похвалить человека покритиковать его работу какую-то плохо сделанную и еще раз похвалить моей практике даже один из моих бывших начальников ну подготовил какую-то бумагу принес ему он прочитал посмотрел на меня и сказал так комплимент сделал серёжа такой профессионал как ты такую ерунду не мог написать с тобой что-то случилось переделай пожалуйста видеть вроде критикой в то же время похвала не судите да не суди бы будете знаете уже наверно вы заметили уважаемые коллеги сейчас как-то модно стало вот обсуждать события на украине ругать их политиков там мне даже кажется сколько некоторых людей знаю не так уж там страшно все это в народе и прочее конечно очень жуткие события и очень интересные политические всякие вещи вот и вот там на сайт президента порошенко присылают сейчас какие-то петиции чтобы собрать там сколько дан 25 тысяч подписей и тогда он может ее рассматривать говорят что это фейк это просто кто-то троллит этот сайт и так далее ну не знаю все может быть вот там просто одна же была такая петиция тоже проект петиции что запретить пролет из чужих спутников особенно российских над украинской территорией а те которые будут пролетать считать их контрабандой конфисковывать там не знаю как они собирались сделать скорее всего фейк такая шутка вот но всякие шутки есть доля правда действительно спутников летают ну сотни и сколько давно уже с 57 года ну как же так площадь территории да есть воздушное пространство государства и получается выше так продлеваем его границы в космос участие дамы нарушаем какие-то целостности территориальную или воздушную или космическую то где же тогда предел то я когда еще в школе по-моему купил книжку букинисти вот там такой был сборник разных материалов конференции он от обсуждала то что уже готовился полет спутника и космонавтов потом а как считать потом да вот воздушный пространство там понятно вторгаешься в воздушное пространство ты нарушаешь границу а спутник-то он везде летает где считать эту границу кстати так и не пришли к единому мнению вообще полет спутника возможно со 180 километров ниже еще очень плотная атмосфера для спутника ну где-то остановились на границе 100-110 километров то есть вот выше этой границы считает что воздушное пространство уже государство кончилось а дальше международное общее космическое пространство так что тут ребята которые тут эту петицию подали не совсем правы спутники могут летать где угодно продолжаем разговор о казанских улицах дорогие коллеги недавно меня пригласили поучаствовать посмотреть был проходил оригинальный этап а вот всероссийский фестиваль хоров хорового пения но мне предъявляли адрес галимжана боруди улица 2 этап 2 музыкальная школа но я не знал что это за улица в интернете посмотреть оказалось от кировском районе касс есть улица она бывшая забайкальская но назвали сейчас переименовали галимжана боруди боруди значит пороховой его нормальной фамилия была естественно галеев вот но опять же как оказаться в старой казанской традиции нигде ничего не написано никакой таблички в честь кого улица названа опять же посмотреть в интернете оказывается очень интересный человек но отец его был миллионером мы жили они в пороховой слободе поэтому за счет как право просьбе было оборудить вот а он значит был педагог богослов мула закончил медресе и он основал вот знаменитый медресе мухаммадия в казани она считалась лучшим в россии он был сторонник обновление ислама суфий у него приобретались там адресе мухаммадия не только богословские предметы но и экономика бухгалтерия русский язык светские предметы то есть он был очень популярен даже где-то там ссылку был отправлен за такие свои очень прогрессивные взгляды хорошим издателем был сдавал книги то есть человек очень заслуженный действительно перед катарской нации религией исламом создал с лучшие в российской империи медресе но назвали и даже в музыкальной школе куда пришел там даже тоже не стенда нет ни мемориальной доски какой-то много старая казанская традиция к сожалению улицы переименовывать совершенно правильно причем здесь за байкаль и казань казалось бы вот действительно назвали в честь достойного человека информацию в честь кого почему-то забыли установить на улице до свидания и